Как мы все знаем, тренды от нас, к сожалению, пока еще приходят с Европы. Все то, что было популярно еще полгода-год назад, то только сейчас приходит к нам, и мы этим успешно начинаем пользоваться. Первый тренд называется, так говоря, на английском «sociable sharing» — это формат испанского датуса, когда мы собираемся в заведениях за бокалом пива, для общения. Мы не ужинаем дома, мы приходим в ресторан, и поддерживая вот такую тенденцию, рестораторы пытаются нам предложить не полноценные блюда, а еду в формате закуса. И таким образом мы принимаем еду в маленькой посуде, мы делимся ею, и вот такой вот формат общения и еды в ресторане сближает компанию, которая сидит за одним столом. Очень популярный тренд был в прошлом году, и он продолжает быть на волне и в этом году — это мордик. Всем известная нордическая кухня — это рыба-морепродукты в комбинации со здоровым образом жизни. Говоря о подаче, естественно, вот такие вот настроения и тенденции, они передаются на посуде. Вот сам нордический стик, он в принципе, можно сказать, он диктует цвет голубой, аквамарин, и это подчеркивает вот эту вот нордическую кухню. Посуда, она, соответственно, в морских тонах, и очень часто присутствует морская фактура на посуде, что опять-таки подчеркивает этот тренд. Pacific Infusion — это микс кухонь по разные стороны океана. Это начиная от южноамериканской, мексиканской кухни и заканчивая паназианской. Это те миксы кухни, которые привезены сейчас к нам на рынок. Шефы едут далеко за океан, обогащаются какими-то свежими идеями, привносят это сейчас в дню. Соответственно, и задача призвана это подчеркнуть. Это паназианская кухня, ну, естественно, посуда, блюда, которая в точку сама себе вам несут только блюда, и вы понимаете, что там один самый внутри. Тоже какая-то графическая презентация для восточной кухни, которая очень успешно используется в паназиатских и афонских ресторанах. Ну, и, естественно, разные миксы. Точно так же они проиллюстрировали, если мы говорим о какой-то южноамериканской или мексиканской кухне, то это тона оранжевые, желтые, красные, которые опять-таки подчеркивают сальсу, перец, чили, кукурузу и так далее. Говоря о тренде классик, как говорил уже Слава, я люблю наш киевский стиль. Сейчас вы видите очень много заведений, и все стремятся к тому, что возвращают старые тенденции, старые блюда. Это торты Наполеона везде появляются в десертной карте, вафельные торты, какая-то там картошка с котлетой, борщи и так далее. Соответственно, обычно мы привыкли видеть в классике это белая посуда, но мировые производители, они сейчас нам предлагают предложить какие-то винтажные дизайны, что подчеркивает аля бабушкин стиль. Ровананс о фуд. Дословно можно перелезти с грядки на стол. Это формат, когда мы для своих клиентов, посетителей предлагаем продукты, которые выращены у нас, это локальные продукты. Мы говорим, что это не какой-то там заморский сыр, это классные сыры, которые делает фермер вот тут, вот в белой церкви. Или у нас эко-овощи, эко-салаты, которые выращены вот здесь вот тоже под Киевом или, грубо говоря, на лесном массиве. Вся посуда, которая подчеркивает стиль заведения с концептом кухни в этом формате, она сделана сухволом на какие-то натуральные оттенки. И текстура гончарная, глиняная, которая тоже в свою очередь подчеркивается в такой вот сельской, фермерский эко-сталь. Бранчи. Бранчи – это всем известный формат завтрака, когда заведение предлагает завтраки в своем меню на постоянной основе. И это не только классическая подача на белой тарелке, круассаны, яйца, салаты или что-то еще. Заведения в формате бранч, они тоже стараются выделиться каждый, отличиться друг от друга. И отличиться помимо антуража и меню можно еще также интересной подачей. Потому что это как составляющая основного концепта, это запоминается, потому что в первую очередь восприятие идет через дизайн, второе – через подачу, как раз таки, и третье – это только вкусовые восприятия блюда, которые вы заказали. Ну и, естественно, American Style, так говоря, бургеры, которые, как ни странно, уже достаточно долго держатся на гребне волны, они очень популярны. И, говоря, от перехода тенденции из Киева, в частности, регионы, это опять-опять на волне и на гребне. И тоже нестандартная подача. Как правило, бургеры подаются с чем-то, соусы, картошка, салат и так далее. Это должен быть какое-то определенное блюдо или тарелка, которое это все в себе скомпонует и совместит. Это не обычный сладец, который мы привыкли видеть сейчас уже мировые производители нам предлагают интересные решения, которые подчеркнут ваш стиль. Завершение о самом вкусном, который ожидают нас там за дверью, бары и алко-предложения для наших клиентов, которые вписываются в существующие тренды. Как мы все знаем, барная культура у нас сейчас на пике, она разбивается, мы сейчас открыты к экспериментам, мы всячески, наши бартендеры делают все возможные усилия и будут на уровне, на хорошем уровне с мировыми специалистами. Что сейчас в тренде у нас? Мы не просто делаем банальные коктейли, каждое заведение уже настолько изощрена публика, что все хотят пробовать что-то вкусное, действительно, какое-то смешение в шутцах, какой-то интересные оттенки и интересная подача. Сейчас все стараются использовать какие-то оригинальные настойки, которые делаются эксклюзивно каждым бартендерам, добавлять какие-то определенные сорта определенного крафтового пива, какие-то другие алкоголи, которых нет ни у кого. Ну и, естественно, подача, которая несет в себе какую-то определенную легенду. Вот я пока вам готовлю коктейль, я вам буду рассказывать о чем-то, о какой-то истории. Из завершения кульминации мы получаем красивый коктейль, мы уже растроганы историей, и наш клиент готов за это платить все деньги, которые мы устанавливаем. Без красивой подачи тут по посту коктейля никуда не уйти, как будто бы красиво, дорого и с историей. В принципе, у меня все, это была база, чем мы хотели с вами поделиться. Хочу сказать напоследок, что мы работаем уже более 15 лет на рынке, и у нас огромное количество проектов, которые мы реализовали с нашими клиентами. Это особый процесс, когда ты работаешь над открытием заведения, когда ты помогаешь своему клиенту реализовать тот концепт, который он задумал. И я хочу вам сказать, и даже пожелать, что, пожалуйста, вы говорите слава. Да, тренды они есть, это то, что нагребные волны сейчас популярны, но это нам диктуют мировые специалисты и другие. Успех заключается в том, что если мы делаем наш проект в дешевле, мы не выкладываемся, если мы решим, что он не стандартный, то успех, естественно, нам не верит. Спасибо. Спасибо.